Всем привет меня зовут Сергей Пономарев сегодня мы с вами будем учиться создавать вот такую вот сценку вот как она выглядит без рендера а вот как она выглядит с рендером сейчас прогрузится вот такую с вами сценку красивый будем сегодня создавать ну что поехали создадим с вами новый файл для этого нажмем режим войдем в режим редактирования либо же мышкой в окне в верхнем левом углу нашего окна можно выбрать мышкой нажав на окно объект мод и выбрать режимы нам нужен режим редактирования можно выбрать так можно выбрать с помощью клавиши tab выделяем наш объект нажимаем клавишу tab и мы с вами режим редактирования дальше выберем выберем нашу грань затем выберем вкладку scale в левом ряду настроек и масштабируем нашу увеличиваем нашу плоскость примерно до нужного аналога размера дальше выбираем в вкладку экструд регион экструдируем нашу грань выбираем опять режим scale и теперь масштабируем только не по всем осям а по одной давайте примерно вот так так ну основа нашего домика готова продолжим делаем с вами крышу для того чтобы сделать крышу мы с вами выберем остаемся в режиме редактирования выберем нашей плоскости точнее грани и нажмем shift d чтобы равномерно распределять нашу выделенную область мы с вами нажимаем после shift d мы с вами нажмем клавишу выберем точнее ось координат по которой мы хотим перемещать либо это будет координата z либо у либо x нам нужен нам нужна координата z оставляем на своем же месте и и дальше выбираем режим экструд и выдавливаем нашу крышу примерно вот так вот так все секунду извините давайте вернемся на шаг назад перед тем как экструдировать давайте давайте с вами отделим нашу область от домика для этого в режиме редактирования нажмем правую клавишу мыши выберем separate и selection то есть разделить выделенную область разделяем переходим в режим объекта либо же нажимаем клавишу tab выбираем нашу крышу заходим в режим редактирования клавишей tab теперь нажимаем клавишу а английской на клавиатуре для того чтобы выделить все грани и выбираем инструмент выдавливаем нашу крышу примерно вот так вот затем нажимаем клавишу a на английскую на клавиатуре английскую выбираем scale и масштабируем нашу крышу примерно давайте вот так вот далее в режиме move выбираем инструмент move опустим нашу крышу на наш домик затем давайте добавим еще один элемент наверх крыши для этого мы с вами выделяем в режиме объекта в режиме редактирования нашей крыши выделяем грань верхней на крыше также нажимаем можно нажать можно правой клавишей мыши выбрать режим separate selection либо же клавишей p нажимаем сейчас shift d для того чтобы копировать наш элемент выбираем ось z вставляем на месте теперь нажимаем клавишу по английской на клавиатуре выбираем selection то есть выделить наш материал точнее разделить материал по выделим частям нажимаем нажимаем клавишу tab переходим в режим объекта выбираем наш объект переходим в режим редактирования выбираем если у вас не стоит то есть у вас стоит вершина или грань выбираем вершина или ребро выбираем грань выбрали нашу грань также само выбираем заходим в наш окно настроек выбираем инструмент Extrude и поднимаем наш элемент примерно вот на такое вот расстояние дальше нажимаем клавишу A английскую на клавиатуре чтобы выделить весь элемент выбираем режим Scale и извините и выбираем масштабирование по одной оси то есть вот так примерно так дальше выбираем заднюю нашу грань на элементе и масштабируем ее примерно на такое расстояние это на на ваше усмотрение кому как нравится проверим проверим как она выглядит все да окей хорошо можно даже переднюю часть выделим переднюю часть нашу выберем режим Scale чуть-чуть может масштаб побольше выберем режим Move так хорошо дальше переходим к созданию двери переходим в режим объекта клавишей Tap выбираем наш домик заходим в режим редактирования клавишей Tap выделяем нашу переднюю грань домики также Shift D копируем наш элемент выбираем ось по которой мы хотим двигать метод я мета ось x дальше выбираем режим Scale масштабируем примерно до такого уровня дальше так извините так для того чтобы нам дальше масштабировать наш элемент и потом не вращать не ставить его на место нам нужно его масштабировать и перемещать по плоскости здания домика нашего для этого вот здесь в верхнем окне кнопочки Global выберем это наша ориентация нашей трансформации выберем Normal точнее Normal и теперь и теперь мы все наши движения манипуляции масштабирования объекта будут происходить по грани нашего домика дальше дальше сделаем так вот примерно посмотрим выберем инструмент Move опустим нашу вверху вниз с перейдем перейдем вот здесь вот во вращении вьюпорта по координат если вы нажмете на какую-то ось координат на сам кружочек вы перейдете в режим вида спереди сзади сверху 2D здесь примерно вот так вот опустим дальше нам нужно сделать рамку нашей двери для этого мы выбираем элемент Insert Faces после того как мы потянули за кольцо для того чтобы выдавить во внутрь наш элемент здесь появится настройка этого элемента для того чтобы вручную его не двигать это урок поэтому можете вручную на глаз выставить примерно вот так вот затем выберем режим Move инструмент Move и опустим примерно так же само на низ сейчас сейчас секундочку не так давайте вернемся обратно на шаг давайте для начала выделим чтобы сделать рамку двери мы с вами выделим грани по периметру для этого зажатой клавишей Alt нажимаем на наши грани и они выделяются по периметру выбираем режим Extrude переходим в вид спереди 2D и выдавливаем выдавливаем нашу дверку примерно вот так выберем режим Move немножко приподнимем ее это видео урок поэтому мы все учимся тестируем поэтому можете все делать на глаз не обязательно вставлять все четко точно дальше для создания двери для создания следующего элемента двери нам нужно сделать опять же выделим боковую нашу грань режим Extrude также выделим небольшую часть нашей грани теперь на этой грани выбираем переднюю грань переходим в режим 2D вид выбираем элемент Move поднимаем вот так и для того чтобы как мы видим у нас дверь идет со смещением внизу узкая часть сверху широкого для того чтобы наша дверь соответствовала мы с вами просто перейдем в режим 2D вид сбоку в режиме редактирования выберем вершины Vertex для того чтобы выделить все наши точки выберем отображение X-Ray вот здесь вот то есть мы будем видеть полностью все точки наши в окне для того чтобы если мы сейчас будем двигать оно будет двигаться неправильно нам надо будет долго это выставлять возвращаем вот здесь вот в нашем окне там где у нас стоит Normal возвращаем в Global и двигаем нашу дверку примерно вот так вот так дверка наша готова переходим в режим объекта далее мы с вами будем создавать окно окно создается по такому же принципу так же само выбираем наш домик да кстати извините пожалуйста я вам не сказал давайте вернемся обратно выделим нашу часть нашу часть двери нажмем клавишу P и отделим нашу дверь нашего домика нажимаем объект так проверяем так когда мы отделили объект у нас его центр остался в центре домика для того чтобы центр сместить вернуть точнее центр координат на объект мы с вами нажимаем правую клавишу мыши set origin и origin to geometry все проверяем наша дверь отделена от домика то есть можно будет потом на нем текстуру наносить так хорошо теперь создаем окно выбираем наш домик выбираем заходим в режим редактирования клавишу этап выбираем нашу если у вас стоит вертекс выбираем здесь в окне нашу грань то есть фейс также нажимаем клавишу D для того чтобы копировать элемент нажимаем ось по которой будем перемещать вот так оставляем на месте ее далее выбираем режим scale проверим как он будет так хорошо ну примерно окошко будет у нас у копим можете сделать чуть чуть поменьше давайте вернем давайте выставим не глобальное а normal и перемещение и переместим поближе к нашей плоскости дома это можно сделать и потом когда мы создадим окно но я это сделаю сейчас дальше в режиме редактировать наши плоскости мы выбираем с вами inside faces и выдавливаем наш элемент повнутрь тоже можете подать на глаз так дальше для того чтобы создать нам окно то есть перегородку нашу мы с вами разделим нашу плоскость на 4 части для этого нажимаем правой клавишей мышки на нашу плоскость выберем subdivide и наша плоскость разделяется на 4 части также выбираем элемент inside faces тащим за ползунок и у нас появляется окно настройки нашей опции того инструмента который мы выбрали здесь ставим individual то есть отдельно масштабировать их выделять и выдавливаем точные вовнутрь давайте выделим все наши элементы нажмем нажмем клавишу p и выберем selection перейдем в режим объекта выберем нашу плоскость мы с вами отделили окно от домика перейдем в режим битмод выберем давайте выберем наши грани выберем элемент экструд и выдавим наше окошко примерно давайте правой клавиши красиво хорошо так для того чтобы нам не создавать на другой стороне наше окошко мы с вами просто перейдем в режим объект мод давайте вернем координат в нашем окно правой клавиши set original original объем сделаем копируем наш элемент ctrl c ctrl v выберем наше окно вот так для того чтобы оно выделилось желтым цветом правой клавишей мыши mirror и у нас это ось y и перетаскиваем наше окно на нашу следующую спенку готово так для того чтобы создать окно на чердаке нам понадобится кривая для этого переходим вид спереди нажимаем выбираем наш домик add mesh и циркум то есть мы добавили с вами окружность теперь повернем нашу окружность давайте поднимем чтобы ее было видно нажмем клавишу fd так выберем нашу окружность и по по оси y мы с вами ее будем вращать на 90 градусов на 90 градусов так сейчас секундочку давайте ее удалим давайте сзади заново add mesh циркум выберем здесь 90 градусов в окне настроек от нашей крупности выберем радиус чтобы мы его видели и поставим количество наших сегментов точек вертекс поставим давайте 8 передвинем нашу вперед немножко выберем режим scale масштаб уменьшим наше окошко так еще режим scale уменьшаем примерно до такого уровня дальше нажимаем клавишу f на клавиатуре английскую а извините переходим в режим редактирования и нажмем клавишу f то есть сделаем грань нашей нашей бывшей окружности затем нам надо нашу это наш окошко поместить на наш домик передвинули примерно вроде бы так будет смотреться хорошо дальше выберем global выберем режим insert faces и примерно на ваше усмотрение выдавим раму нашего окна есть теперь зажатой клавишей alt нажимаем на наши грани наружные они выделились нажмем режим extrude выберем инструмент extrude выдавим нашу раму примерно вот на такое расстояние перейдем в режим объекта нажмем клавишу tab вернем оси координат по центру нашего объекта set original original pgmp дальше как вы знаете новый объект создается там где у нас находится 3d курсор для того чтобы нам вернуть 3d курсор там где наши элементы где нам нужно создать объект мы сами нажимаем клавишу shift s на клавиатуре и выберем курсор to select переместить наш курсор к выделенному объекту дальше создадим с вами кубик add mesh cube уменьшаем наш размер кубика нажимаем нажимаем клавишу tab теперь выберем боковые грани нашего кубика то есть вот эту вот эту и вот эту есть такое дело теперь выбираем режим extrude только режим extrude выбираем необычный а зажатой левой клавишей на нашем инструменте выбираем extrude individual то есть экструдировать отдельно наши участки и после того как мы перетащим мы с вами будем создавать оконную рамку внутри ну наверно как то вот так так есть такое дело теперь нажмем клавишу a на английской на клавиатуре перейдем в режим объекта выберем нашу наружную раму окошко и давайте с вами объединим эти элементы для этого мы с вами нажимаем правую клавишу мыши и нажмем выберем вкладку join присоединить присоединили домик наш в принципе почти готов давайте выравниваем верхнюю часть нашего домика для этого перейдем в режим сбоку выберем наши элементы вот так вот можно весь домик выделить заходим в режим редактирования клавишей tab выберем вершины вертекс нажмем тигел x-ray для того чтобы выделять и задние точки тоже выбираем наши цветочки перейдем в режим rotate и повернем часть нашего домика примерно вот так переднюю часть домика повернули теперь выделяем заднюю часть также самопроводим те же операции перейдем в режим объекта выключим режим x-ray для того чтобы нам сделать входную часть как у меня на картинке было мы с вами просто-напросто выделяем весь наш домик делаем ctrl-c ctrl-v то есть копируем выберем режим move отделим наш домик выберем режим масштабирования масштабируем нашу часть войдем в режим выберем вид сбоку опустим нашу часть на уровне нашего домика затем выберем наше окошко удаляем клавиши delete удаляем удаляем и дверку нашего домика основного удаляем теперь выбираем весь наш домик и перемещаем его вот как-то примерно так на ваше усмотрение есть если вам кажется что дверка вот как мне мне тоже кажется что сейчас двери очень маловато для нашего домика выбираем нашу дверку выбираем выбираем нашу дверку масштабируем ее выбираем выбираем move давайте даже не так давайте сейчас отменим наши действия ctrl z до того момента как у нас останется дверь давайте сделаем проще мы удалим мы удалим вот эту нашу дверь маленькую которую мы масштабировали выберем нашу дверь на основном домике и переместим сюда теперь выделим весь наш домик этот сюда теперь выберем нашу дверь и обвинем нашу дверь вот так вот примерно для того чтобы нам изменить нижнюю часть мы перейдем в режим edit mode выберем режим x-ray выберем наши выберем наши точки наши режим инструмент move и примерно поставим вот так вот наши дверки на место так вернем наш вид так дальше мы с вами создадим плоскость на котором будет размещаться наш бомбик. Для этого добавим ADD, ADD, Mesh, Plane и Mesh Plane. Выберем режим Scale, Instrument Scale и масштабируем нашу плоскость до нужных нам размеров. Так, давайте поднимем нашу модель на уровень нашей сетки. Выберем нашу плоскость, перейдем в режим редактирования клавиша Tab. И для того, чтобы в дальнейшем использовать нашу плоскость как основание на земле, на котором стоит наш домик, нам нужно ее подразделить. Для этого нажимаем правую клавишу мыши, нажимаем Subdivy и выбираем из-за 10. Далее опять правую клавишу мыши, Subdivy и давайте примерно еще на 5 секций. Выберем клавишу, нажимаем клавишу A английскую, выделяем все. Нажимаем, нажимаем клавишу, левую клавишу мышки, выбираем Extrude Leon. Опускаем нашу плоскость, Extrude Leon. Теперь поработаем с нашей землей под броником. Выберем любую точку, нажимаем Move и нажимаем английскую клавишу J на клавиатуре. Включим редактирование региона и нажмем клавишу J. У нас появится такое кольцо, в котором мы можем изменять масштаб нашей плоскости, и двигать наше плоскости. Для того, чтобы это кольцо менять, мы можем с вами просто прокручивать колесико мышки, и оно будет увеличиваться. Примерно вот так. Для того, чтобы в разные стороны оно не ездило по всем координатам, мы выбираем по какой оси координат мы хотим двигать. Выберем клавишу Z и поднимем ее вот так. Дальше выберем здесь, нажмем клавишу J. Сделаем колесику чуть побольше, увеличим наш. Выберем поиск координат Z. Можем немножечко вот так вот. Также здесь опять по SHG. Примерно вот так вот. Выберем здесь точку. Там можете смотреть на ваше усмотрение, как вы считаете нужным ее масштабировать. Поехали. Поехали. Принформация. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наша плоскость готова, для того чтобы добавить снег на нашу плоскость, нам нужно сначала включить аддон для снега, для этого приходим в вкладку Edit Preference, выбираем Addons и в поисковике пишем Snow, и у меня уже выбран, вы выбираете объект RealSmooth, выбрали, затем выбираем, переходим в режим сверху и сверху, в режиме редактирования выбираем, где мы хотим расположить наш снег, то есть для того чтобы вот так вот не выделять прямо угодными частями, мы можем здесь select box выбрать select circle и можем вот так вот выделять, где мы хотим расположить снег, зажимаем клавишу, для того чтобы выделять участки вместе, нужно зажать клавишу shift, там вы можете на свое рассмотрение как вам больше нравится, так как у нас вид будет спереди, от нашей двери домика, ну и примерно заднюю часть можем сильно и не детализировать, так переходим, когда все выделили, участки выделены, переходим в режим объекта, то есть нажимаем клавишу tab, и вот здесь вот в правой части экрана, там где у вас вкладка трансформации, настройки трансформации, будет вкладочка добавиться RealSnow, мы на нее нажимаем, и выберем создать наш снег на выделенных областях, и добавим add snow, как видим снег наш не добавился, почему, потому что при создании плоскости возможно такие дефекты как неправильные, неправильная направление, неправильное направление выбранного нашей плоскости, для этого мы заходим в нашу вкладочку shop over lace, выбираем face elimitation, и видим, что у нас наш домик, наш объект домика расположен грани развернуты к нам, то есть правильно расположены, а грани нашей плоскости расположены в неправильную сторону, то есть вовнутрь, нам нужно их сделать наружу, для того чтобы нам развернуть наши грани в нужную нам сторону, мы с вами выберем клавишу A, и нажмем клавишу alt N, и выберем clip, как видите наши грани развернулись к нам лицом, теперь мы можем спокойно добавлять наш снег, переходим в режим сверху, или сверху, и выбираем, где будем располагать наш снег, и добавляем в следующий раз по вводу сверху, как видите наши стоящие ставки вideo будет удлиять на грани с грани. avored в перво трениров Current Примерно как-то так Перейдем в режим объекта, нажмем клавишу «Real Snow» и нажмем «Add Snow». Как видим, на нашу плоскость добавился снег. Теперь давайте проделаем то же самое с крышей, с нашим домиком. Положим наш снег на наш домик, выберем нашу крышу, зайдем в режим редактирования, выберем режим грани, то есть «Face Selected». Выделили наши грани. Переходим в режим объекта, клавишу «ITAB» и «Add Snow». Тоже самое проделываем и с нашим входом в домик. Так же самое выбираем режим объекта. Выбираем наш, выбираем select mode, выбираем наш режим. «Face Selected» для нашей грани. Переходим в режим объекта и «Add Snow». Есть. Есть. Выберем нашу балку верхнюю, режим объекта. «Add Airメantle». ��ателем «Add Lives Snow». Также на маленькую часть. Нажимаем «Add Videos No». Также на маленькую часть. Режим редактирования. Убираем плоскость. Режим объекта. Auto Minnesota. Добавим на наше окошко, добавили снег в домик, на нашу плоскость, теперь давайте добавим деревья, давайте сначала выберем наш домик, создадим новую коллекцию, для этого мы выделим все, на нашем выделении мы нажимаем здесь правой клавишей мыши, nav collection, добавилась новая коллекция, и перенесем все наши выделенные объекты в нашу коллекцию, для того чтобы в дальнейшем нам не выделять все части домика отдельно, мы нажимаем здесь, убираем наш домик и коллекция снова у вас будет, тоже ее убираем, далее заходим в режим добавления объектов, ADD, кривые, regen, дали, и здесь мы с вами сделаем вот что, выберем наше дерево, дерево, тут есть режим деревьев, есть разные, такое, я допустим свою сцену создавал small pine, выбираем вот такое деревце наше, здесь ставим на единичку resolution, здесь там же можно поставить на единичку, геометрия, выбираем в range спитинг, здесь ставим level, добавляем ей веточек можно добавить, дальше заходим в оплатный ливис, здесь show ливис показать, show ливис показать, вот этот вот режим отображения наших иголочек, скажем так, давайте здесь поставим не 500, так как у меня компьютер слабенький, у кого компьютер помощнее, можете конечно поиграться с этим, давайте поставим 200, чем больше вы поставите, тем сильнее будет нагрузка на вашу систему, вот так, есть такое дело, настроили наше дерево, далее мы его выберем, наше дерево, переместим, отобразим наш снег в наш домик, и настроим так, как нам нужно наше дерево, здесь подстроили, подстроили, чуть-чуть, сюда немножко, и дальше для того, чтобы, мы с вами просто создаем сцену, то есть добавление деревьев, как добавлять деревьев, вы уже знаете, как добавить с ним, знаете, дальше просто мы играемся с сцены, то есть я делаю так, можете создавать новые деревья, играться с настройками, какие вы хотите, я же делал это проще, я делаю ctrl c, ctrl v, копировал дерево, уменьшаем максимальный масштаб, вот так, так, деревья мы с вами добавили, теперь, давайте добавим, наши сценки, освещение, наших окон и двери, правильно свет, добавим свет, как будто в доме нашим включен свет, для этого, давайте, вот здесь, выберем наше окошко, как выберем окошко, я в прошлых уроках рассказывал, выберем режим камеры, если камень настроена, то есть здесь, в этом окне, выбрали отображение от камеры, а в этом окне можно настроить расположение нашей камеры, как вам, как вам удобно, давайте примерно как там, вот так, вот так, вот так, в этом окне, наведенную мышкой, нажмем клавишу z и выберем режим render, сейчас мы ничего не видим, так как в нашей сцене нету освещения, для этого, в вкладке ADD, в вкладке ADD, мы с вами выберем, вводим вкладку Light и выберем Sun, солнце, вот так примерно, и теперь будем добавлять освещение от наших объектов, как делал это я, точнее, я этому много научился, а теперь применяю, вот таких проектов, то есть я выбираю, допустим, мне нужно освещение от двери, выбираю нашу дверь, выбираю нашу дверь, выбираю нашу дверь, давайте немножко ее подбилим, чтобы ее было видно, так, и в вкладке материалы, материал, мы с вами добавим, не то, что материал у нас уже есть, а новый, мы с вами добавляем новый материал, на плюсик нажимаем, выбираем Asign, то есть, привязать материал к этой области, и нажмем новый, здесь, в вкладке Surface, мы с вами ставим Emission, то есть, излучение, если мы с вами посмотрим на нашу сценку приблизительно, то если мы будем добавлять с вами интенсивность, то есть, мы увидим, как... для того, чтобы увидеть наше освещение, перейдем в вкладке Render, здесь есть настройки рендера, Render Properties, выберем движок Render Cycles, здесь поставим, и с поставим шумоподавление дальше вернемся в наши настройки настройки материала и немножко наше освещение и поиграем все с нашим освещением то есть можно в принципе оставить и так дальше по такому же принципу мы с вами делаем освещение мы можем настроить цвет освещения давайте поставим более теплый более теплый дальше вот здесь есть у нас окно поднимем наше акошко в обкладке вот здесь выбора режима окна мы с вами выберем шейдер эдишн то есть для того чтобы просто потом этот материал наше освещение копировать на наши объекты так перейдем в режим объекта выберем наше окошко так как у нашего ой поэтому мы с вами создадим так как у нашего окошка не было плоскости поэтому мы с вами я ее создам а вы посмотрите я думаю по прошлым урокам вы научились ее создавать сейчас я просто ее создам и подгоню под наше окошко дальше проделываем такие же манипуляции как мы проделывали с нашей дверью то есть создаем материал делаем выбираем материал имиджен и выбираем освещение так как мы выбирали на нашей двери либо же просто копируем наш материал в редакторе шейдеров и вставляем на материал нашего окошка гараж интерактор по-небо обещать потому что у меня с новой биопитации у меня есть это это и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Те же манипуляции проделаем и с нашим окном. Все то же самое. Заходим в режим редактирования. Выбираем наши плоскостя и вешаем на них материал имиджен. Продолжение следует... Теперь вешаем материал на наш домик. Давайте придадим ему вид, чтобы было видно на рендере раздельность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, давайте теперь повесим материал на наши деревья. Придадим им более красивый вид. Выберем наши столбики деревьев. Повесим на них материал. Нашу листву, которую мы выбрали для деревьев тоже. Мы ее трогать не будем, потому что... Ну, на ней будет материал белого цвета, так как мы создаем снежную картину. И так на каждом дереве. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы с вами создадим на нашу сцену луну. Для этого заходим в вкладку ADD Mesh и выбираем UV-сферу. Выставляем нужное нам положение и накладываем на нее материал, как мы делали с окнами и дверью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... ...и силу освещения. Для того, чтобы было лучше видно, мы с вами создано ранее солнце, удаляем. И теперь весь свет будет идти от нашей луны. Можем поставить чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше. Теперь давайте добавим туман. Для того, чтобы добавить туман, мы с вами сделаем ADD Mesh. наш куб. Растянем наш куб на всю нашу сцену. Выставим примерно так, чтобы он заполнял всю нашу сцену. Так. Вот так вот. нажимаем в режим настройки нашего куба. то есть вот здесь вот Object Properties. Посмотрим Viewport Display. и здесь поставим Bones, чтобы он был прозрачен. Далее создаем материал нашего куба. и выбираем View. Здесь мы делаем, убираем материал. А во вкладке Volume, создаем Volume Specter. То есть и тут настраиваем силу. Силу нашего тумана. То есть берем заползуночек. Нажимаем Shift. На ваше усмотрение, как вы думаете, чтобы был туман. Так. Добавили. Далее создадим плоскость для того, чтобы создать эффект бесконечности на заднем плане. Для этого мы с вами создаем ADD Mesh. плейн. Увеличиваем наш плейн. Перемещаем его под сцену. Примерно. Выставляем и смотрим на окно камеры. Далее переходим в режим объекта. В режим Edit Mode. То есть режим редактирования. выбираем. Выбираем ребро. Заднюю часть. Выбираем вкладку. Нажимаем инструмент. Выбираем Extrude. Экструд. Поднимаем повыше. Затем выбираем не ребро, а грань. Face. Выбираем инструмент Stale. Масштабировать. И масштабируем вот так вот нашу сцену. Далее в режим объекте. Переходим в режим объекта. Оставаясь в нашей плоскости. Мы с вами добавим модификатор Bevel. Видите сзади ребро сгладилось. Мы с вами ставим примерно расстояние вот такое вот. И добавляем насколько чтобы была гладкая фаска. Мы с вами ставим сегменты. То есть сейчас один сегмент. Как видите вот этот плоскость сегмента. Мы с вами ставим 10. И нажмем правой клавишей мышки на него. И выберем Shade Smooth. И все. Наш домик готов. Наша плоскость с закруглением даст эффект бесконечности. Нажмем на Render. Render Image. Поставим нашу картинку на Render. И вот что у нас собственно получилось. Я надеюсь урок был полезным. Всем спасибо. Ага. Вот здесь даже видите. Косячок небольшой есть. Дерево не опустил на плоскость. Но все равно мы с вами практикуем полученные навыки. Я с вами делюсь уроками. Которые я разобрал с английского языка. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Мне очень важна ваша поддержка. Чтобы я знал что вам это нравится. И в дальнейшем буду выложивать дальше интересные уроки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok